Это «Весть утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Днем в горах порывы до 23 метров. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. В горах минус 4, плюс 1. Днем до плюс 23. И местами до плюс 14. В центральных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Днем плюс 21-23 градуса. Народ жив, пока жива его культура и язык. В Черкесске на базе Центра выявления поддержки развития способностей и талантов у детей и молодежи Карачаева Черкесии «Спутник» прошел региональный круглый стол «Сохраним родной язык». В мероприятии приняли участие учителя родных языков, представители общественных организаций и министерств региона. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Основная цель круглого стола – обсуждение актуальных вопросов по изучению родных языков и литератур народов Карачаева Черкесии в системе образования, выработка рекомендаций и практических решений для повышения эффективности работы в этом направлении. Открывая мероприятие, министр образования и науки Республики Инна Кравченко подчеркнула, что в регионе уделяется особое внимание сохранению и развитию языков и культур представителей всех проживающих в Республике национальностей. Урочные и внеурочные мероприятия по родным языкам и литературам формируют знания об истории своего народа, его языковой культуре, национальном характере, традициях и обычаях, нормах и правилах поведения, художественных и ремезнических промыслах и, конечно, фольклоре. Во всех общеобразовательных организациях с 1 по 11 класс изучают родные языки. Учитель карачаевского языка и литературы средней школы номер один карачаевска Фатима Лайпанова поделилась своим опытом преподавания и рассказала о методах использования современных технологий во время обучения. За победу в 13-м межрегиональном профессиональном конкурсе учителей родных языков «Мы разные, но равные» министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко вручила благодарность и грант главы Республики Фатиме Басиатовне за участие в этом конкурсе. «Моя задача, чтобы дети познавали свой язык и для этого необходимо их заинтересовать», отмечает педагог. «Мои работы я использую, конечно же, компьютерные технологии, я использую игровые технологии, которые помогают мне раскрыть детей, которые расковывают детей в таком плане, что они начинают говорить на родном языке, сами того не замечая, хотя раньше у них был какой-то психологический барьер. В своем сегодняшнем докладе я рассказала о своей работе, которая посвящена тому, что я постоянно погружаю детей в родной язык. Красной нитью по всей моей работе вообще идет погружение в родной язык и историю своего народа, карачаевского народа». «Родной язык нужно познавать с малых лет, и родители должны этому способствовать», заверила в своем докладе руководитель дошкольного образовательного учреждения Яслисад Марамыс Аула Эльбурган Оксана Аджиева. Она поделилась своим опытом преподавания с использованием компьютерных технологий и способами живого общения. «Абазинский язык, я думаю, как и все, в принципе, национальные языки, они более сложны в произношении, есть звуки более сложные, чего только стоит звук, например. Тут уже возникают у ребенка сложности, поэтому зачастую ребенок выбирает то, что легче. И наша задача состоит в том, чтобы в этом раннем возрасте показать ребенку красоту языка, что вовсе не труден язык, если играть с помощью этого языка, общаться со сверстниками». В завершении заседания круглого стола «Сохраним родной язык» была принята резолюция, которая будет направлена в образовательные организации республики и рекомендована для внедрения в образовательный процесс. Аль-Халеб Шоков, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире.